402 хадис ан-Мигдад, рады Аллаху англу, Аль-Мигдад, да будет довольным, Аллах, рассказывал с самяту Расулла, я слышал, как посланник Аллаху с Аллахом говорил, тут наш шамсу йомаль киямати миналь хальки хатта таку намингум ка мигдаре миль. Мигдад рассказывал, я слышал, как посланник Аллаху с Аллахом говорил, в день воскресенья солнце будет приближено к людям настолько, что окажется от них на расстоянии ровная миля. Кхали Сулейм ибн Амр, Сулейм ибн Амр, говорил, передавает макдада фаула и мадре моя небе не я не знаю что он подразумевает по словам и а масса фото ляр то есть миль имеется ввиду это вот расстояние на земле то есть грубо говоря что полтора километра амеля лазину кто-то любили они же подменем подразумевается то палочка который наносит сурму потому что она тоже называется как миль то дальше братья баракала уфигу будь она на расстоянии полутора километров наше время субханал посмотрите страна каких-то температура поднимается до семидесяти градусов при том что солнце субханал 300 миллионов километров а якун у нас у лякадри амалии и люди фильм филарок амин гуман якуну или кабан его минуман якун или работа его минуман якун или хакова его минуман любимого аля раку и джаман сказал что касается людей то сообразно своим делам они погрузится в собственный пот и у некоторых из них под будет доходить до щиколоток у других до колен у третьих до поясница у кого-то он кому-то он закроет рот ваша расусом бияделя фи вот так проксосом когда рассказал показал вот так вот на свои свой рот саллаху алейхи вассалям братья 403 хадис анаби гурайрат роды и ланху абу гурайрата будет довольным аллах говорил она расула сасамкаль то что пророк саласом говорил я раку нас уйом аль-кияма тихо тая за баруковым фил арды саба и на вера пою джиму хаттая блюгу а данного абу гурайрата рассказывал о том что проксосом слов день воскресенье люди будут обливаться потом так сильно что их под пропитает собою землю на 70 метров вглубь на 70 метров а некоторые из них он вознуждает поднявшись до уровня ушей 404 хадис куннама расуле салсом также абу гурайра говорил куннама расуле салсом и сами овачьба однажды мы были с посланником ососом и он услышал какой-то стук сказал вы знаете что это кульна лаву расуле алим они сказали аллах его посланник знает лучше брать и это братья одно из чудес которые при жизни проксосом было показано с подвижником потому что дальше правоксал самсказ а за хадруми а биги финнари мозу саваина харифан это огонь который бросили в ад 70 лет назад фагу а ягу финнар аль-ан хаттанта и лакария сами от умачьба так и вот все это время этот камень летел ко дну ада и только сейчас он добрался до дна ада и вы услышали вот этот стук то есть подвижники услышали этот стук как мы сказали это из тех чудес которые были показаны сподвижником во времена проксался это подобно тому братья как они помните услышали плач пальмовый ствол а тоже они услышали то тоже чудо которое было показано спады же это подобно тому что они чувствовали запах мертвичины когда кто-то недалеко от них делал либо мы в наше время это не чувство если бы мы чувствовали бы запах либо то мы не могли бы находиться в своих домах не говоря уже про улицу и вот пророк салалаху алейхи вассаляма сказал это камень который бросили в пламя ада 70 лет назад брать и все это время он падал в огне сейчас когда он достиг дна ада вы услышали шум его падение 405 хадиса нади бна хатим рады алангу каля кали расула с самами куминах один или саю кальниму гробу не придется среди вас такого с кем не станет говорить господь и не будет между ними посредника или переводчика и человек посмотрит на право и не увидит ничего кроме своих прежних дел а смотрите не увидит ничего кроме увидеть свою виллу свою машину свои участки свои дома свое золото свои счета нет увидит только то посмотрит на право и увидит ничего кроме своих прежних дел посмотрит на лево и не увидит ничего кроме себя в своих прежних дел ваян за рубай наедаги фаля яра и лянара тильха ваджи а когда посмотрит вперед то увидит перед собой только пламенный огонь вот так у нар поэтому оберегите себя от огня валяу бешак и тамра хотя бы с помощью половина финика 406 хадис анабидар рады алангу каля кали расула и салсам обуза мы этот хадис уже разбирали под номером 139 бар клофиком в этом сборнике абузар рады алангу рассказывал хадис 406 халя расула и салсам послание колоссовым складки не аромали а то ровно вас мама я тесма ун поистине вижу то чего не видите вы и слышу то чего не слышите вы атаке сама ва хаккаля гантаид заскрепели небеса и у них есть на то право ма фига мауды у арбай асаби и ля ва маляку навады он джип хатагу саджидан лилляхи таля ибо на каждые четыре пальца приходится по одному ангелу который склоняется перед всевышним аллах спонталя в земном поклоне в аллахи ляу таляму на мааляму лядахик тум калилену лябакейтум кафира и клянусь аллахом если бы вы знали то что известно мне то конечно бы это смеялись бы мало и плакали бы много у амата лядастом беннисай ляльфуруши вала хараджтум и ляссуудати тачалюна или аллахи таля и вы не плакали бы много и не сослаждались бы вашими женщинами на ложах а выходили бы на дороге и громкими голосами обращались бы к всевышнему аллаху то есть с мольбами спасения входите брать указание то что чем больше верующий узнает об аллахе субханна латали и о его творениях тем больше он начинает любить аллах спантали и бояться и надеяться на него ведь он сказал если вы знали то что знаю я или вы знаю он говорит я говорит вижу то что видение не видите вы я слышу то что понятно и поэтому чем больше еще хочет бояться всевышнего аллаха должным образом надеяться на всевышнего аллаха должным образом брать ему нужно изучать куран и сумму на пророк ассаллах 407 хадис анабибар зато на для бнау байт али ассалами рады аллаху англ халь кали расуллах ассалам посланка аллах ассалам говорил для тазу люк адам абдин хатта юсалон омри гифима афна не тронется или же не день воскресенья раб не сдвинется с места пока не будет спрошен о жизни своей во первых как он ее провел у ангель миги фима фаля фи и о знаниях о своих как он то есть ли как он о знаниях как он поступал у анмали имена инактасову и об имуществе откуда он заработал уфима анфаку и на что потратил у анджи смеги фима абля и отели о своем как он его использовал братья что касается баркала уфиком то что человек будет спрошен о жизни как он провел то есть то что ты делал в течение жизни принесет ли тебе в пользу судный день или нет понял да что значит как провел жизнь то есть она тебе вот принесет пользу в судный день нет и в этом указание братья на то что если человек потратил жизнь на то в чем нету греха просто потратил сужина в чем нету греха при этом не потратил всю свою жизнь в большую часть на поклонение за которого создал вот таком он страшном положении вас просит на что ты свою жизнь потратил при том что аллах нас создал для поклонений а что говорить братья те кто тратит жизнь впустую или на грешное что-то также о знаниях как он поступал то и жил в соответствии с этими знаниями делали яра дела ради аллаха делали их в соответствии с уны призывали к этим знаниям также баркала уфиком про имущество также варкала уфиком за тело шейх мухаммад ибн саллихами говорит айзли хадиса лети закра муаллиф рахмила тали эти хадисы которые упомянула автор да смеялся над ним все вышло лакулю это дуле али изоми йомал киям и все эти хадисы указывает на ужас судного дня у анна ляль муминан яхаф амин азальем лавимы то что верующим следует бояться этого ужасного дня закра хадис фиадуну шамс то есть упомянул хадисы в которых говорится о близости солнца миналь халяйк от созданий то есть о близости солнца к созданиям бекадри мили что это будет всего лишь на расстоянии мили колеса лима ибн амир арови передатчик от мигдата говорю ядри а юриду бедали камаса в талярты я даже не знаю он имел ввиду расстояние то есть земное полтора километра мэль макхум маккада или же то палочка который наносится сюрьма у хиля в маккари в любом случае оба расстояния короткие и закану шамсу фи ауджи вауджи хафидуне когда мы видим допустим солнце сегодня на этой земле находится в высшей точке то есть на этом свете у оборуде она и при том что она так далеко она пиази харар и такая температура как мы говорим на некоторых участках земли до 70 градусов бывает факайф и закану бигаза кур а что сказать если будет на таком расстоянии валяки на газе шамс янджу мина манша однако от этого солнца спасется тот манша ла тот кого пожелает спасти всевышний аллах файнат логат алию зырлю акваман бизлия умалявы левые левые будут такие люди которые сивы шли скроют в своей тени в тот день когда не будет никакой крифте не кроме той который создастся выше аллах помин гуман сава к викру это те кома говорили в прошлых главах это те семеро которые сто семь видов людей которые сегодня ш highlight укроет свои тени в тот день когда не будет никакой тени кроме его тени и маму нади справедливый правитель мы говорили имам это тот кто командует людьми, будь это на уровне государства, варакулуфикуму, или будь это глава семьи. И Адель справедливо сказал, что человек может быть справедливым считаться только тогда, когда он правит людьми или управляет людьми, только в соответствии с Кураном и Сунной. Вашабнаша Афита Ателяй точно так же молодой парень, который вырос в подчинении Всевышнему Аллаху. И в этом варакулуфикум опровержение тем родителям, которые позволяют своим детям играть всякие игры. Тот ребенок, который растет и играет в игры, он дебилом растет. Этот парень не растет в поклонении Всевышнему Аллаху. Пророк Савасам сказал, каждый человек, который для тех людей, которые собираются в каком-то собрании и не поминают Всевышнего Аллаха, когда они встают от этого собрания, они подобны тем, кто сожрал мертвого осла. И вот представь, твой ребенок сидит 15 минут и не поминает Всевышнего Аллаха. 15 минут он жрал мертвого осла. А если час, а если два, а представьте, некоторые дети проводят в этом всю жизнь. А еще такие родители специальную комнату своему сыну выделяют. Есть такие даже родители, во дворе специальный домик отдельно своему сыну для игр строят. Пусть Аллах, субханаляй, обережет. Это представьте этому родителю, если рассказать. Представьте, там один мужик есть, берет вот, как берет же вот так человек, яблоко ножом, отрезает по кусочкам и кушает. Вот если один такой человек берет своему сыну, вот так кусочки мяса отрезает и в огонь забрасывает. Как воспримет этот человек поступок того человека? Так ты тоже самое делаешь. Когда своему ребенку предоставляешь все возможности делать, то есть все делаешь для своего ребенка, чтобы он был подальше от подчинения Всевышнему Аллаху. Мы с вами говорили в Аркалуфикуме о важности воспитания детей. В Аркалуфикуме у нас отдельный плейлист есть на эту тему. Ссылка на этот плейлист будет под этим видео. Тот человек, сердце которого привязано к мечети. Брат, когда ты ленишься идти в мечеть, вспомни проем Аль-Кияма, про то солнце, которое будет на расстоянии одной мили. Может быть, это станет причиной мотивации встать и пойти в мечеть. Те два человека, которые любили друг друга ради Всевышнего Аллаха. А ради Всевышнего Аллаха может братья Бараклафикум любить только те люди, которые знают Всевышний Аллах, а те, кто изучает Единобожие. Поэтому те люди, которые не изучают Единобожие, никак не могут быть теми двумя людьми, которые любят друг друга ради Аллаха и расходятся ради Аллаха. Также тот человек, которого призывает женщина высокого положения и красивая. И он говорит, я боюсь Аллаха. Мы говорим в наше время, как это можно практиковать, когда у тебя влазит в интернете или где-то реклама и где-то там голая женщина или раздетая женщина или женщина вообще, скажи, я боюсь Аллаха, не смотри на эту женщину. И тот человек, который дал садака фахфаха и скрыл ее. То есть так много расходовал, грубо говоря, даже счет потерял. То есть вот счет потерял, расходовал право так, что левое не знало. То есть имеется в виду, потерял счет, не знает. То есть если ты не спрочешь, а сколько ты денег садака дал? Алим не знает. Вот кто последний раз Бараклафикум из тех, кто присутствует или с тех, кто этот урок увидит? Задай себе вопрос. У тебя был хоть раз такой день, когда ты дал садака столько, что даже не знаешь, сколько ты садака дал? Братья Бараклафикум, запомните. Такое правило, что из признаков, из признаков того, что твои дела благие, то есть из признаков того, что ты праведный человек, это когда ты забываешь про свои благие дела, братья, то есть если споришь, расскажи, какие ты благие дела делал. И ты такой, знаешь, в шоке, в ужасе, как будто ты ничего не сделал, ничего не помнишь. Но при этом ты помнишь все свои грехи. Если Бараклафикум, ты в таком положении, вот задай сам себе вопрос. Ты помнишь те благие дела, которые совершил? Давай перечислить, попробуй. Вот возьмите тетрадку, две страницы, вот так откройте. И что вспомнишь из своих благих дел? Запиши все, что вспомнишь из грехов. Если у тебя благие дел будет больше записано, чем грехов, брат, твое опасное положение. Праведные люди не помнят свои благие дел, но помнят все свои грехи. Но помнят все свои грехи, братья. И поэтому не помнят. Почему то, что левая рука не знает, сколько дала? Правый. Вараджун датвум дна. Вараджун дакарлах халифа фададайна. И тот человек, который помянул Всевышнего Аллаха и плачет в его глаза. Как много из нас, Бараклафикум, тех людей, которые плачут в таровик, когда едут в Мекку, когда все плачут, и он плачет. Но когда один, никогда в жизни у него слеза, Бараклафикум из классной шла. Вакадалика мананда рамоасиран. Так же Всевышний Аллах спонатали укроет в тени того, кто помог отдать человеку долг. А тому, кто дал отсрочку тому, то есть если ты дал кому-то в долг, и тот не может отдать, и ты ему что, даешь отсрочку? Тогда ты будешь укрыт в тени Всевышнего Аллаха спонатали. Ауадангу или тот, так же человек, который простит тому, кто ему должен. Это тоже человек, Бараклафикум, будет укрыт, как на это указывают другие хадисы. Аль-Мухиман нагунаку у нас, он янджу на мин харри гази шамс. Одним словом, будут люди, которые будут спасены от, то есть от температуры этого солнца. Фаюзыллихуму Аллаху фидзыллиля зыля зыля зылью. Всевышний Аллах скроет их в той тени, в своей тени, и кроме этой тени не будет никакой другой тени. Вазакра хадисы Аль-Арак также Хафид Науви упомянул хадисы про пот. То есть настолько сильно будут потеть, что пот под землю уйдет на 70 локтей, а потом начнет подниматься. Потом начнет подниматься. Здесь в Судане, если кто-то не знает, у нас, когда идет дождь, дождь под землей, немножко уходит, потому что земля плотная, а потом начинает сверху копиться. То есть заполнить землю на 70 локтей, а потом начнет подниматься так, что кому-то даже рот закроет. То есть пот будет отличаться в соответствии с делами, которые творили люди на этом свете. Вазар Кайда на хадисах Ухра также упомянули другие хадисы. Фия Тавир Минари Джаганнам, в котором предостережение от адского ада. Насалла Аль-Анау Али-Мусульмина, Салям Атамин, просим Всевышнего Аллаха для нас и для мусульмана беречь от подобно. Аль-Хас, Салям Али-Нсан, Иза-Кара, Азиля Хадис Вагайра. Одним словом, если человек читает эти хадисы или другие. Мим Малям Язкур Гумаляв, будь это даже те хадисы, которые не упомянул автор, но они есть в других сборниках. Верующий должен бояться и остерегаться. Ведь между человеком и всем тем, что было упомянуто выше, это только его срок. То есть, как подойдет срок, все, человек с этим всем столкнется. Потом он перейдет к обители воздаяния. Потому что дела уже закончатся. Мы просим Всевышнего Аллаха сделать прекрасным наш конец и конец мусульман. Здесь, Барак-Лауфикум, есть еще 408 и 409 хадисы, которые не упомянул автор. И было бы хорошо, Барак-Лауфикум, если бы мы тоже их почитали. 408 хадиса Набиха Урайра, Радуи Иллан Абу Урайра, рассказывал о том, что однажды Пророк, салаллаху алейхи вассаляма, Караа Расулла, пророк салаллаху алейхи вассаляма, Пророк салаллаху алейхи вассаляма, прочитал аят Яумаевинту, хадису Ахбараха. В тот день она, то есть земля, поведует свои вести. Сумма, Каль, затем Пророк салаллаху алейхи вассаляма, спросил. «А знаете ли вы, каковы будут вести земли?» «С подвижнее сказали, Аллах, его посланник, знает лучше». «Ахбар, то есть то, или вести земли, будут заключаться в том, что она засвидетельствует против каждого раба и рабыни Аллаха относительно того, что они делали на этой земле». «Такуль», то есть она скажет, это земля, «Амильта казово казов и йом казово казов агад вяхвар». То есть земля, представьте, что раб стоит и земля будет говорить, «В такой-то, такой-то день ты сделал то-то и то-то». То есть видите, кто-то может быть делает какое-то место, вот сидит дома и никто не видит, а вот этот пол видит и будет свидетельствовать. И в этом, братья Барак и Луфикум, во-первых, в этом хадисе очень важный момент, то, что самый лучший тавсир слов Аллаха, братья, после самих слов Аллаха, то есть самый лучший тавсир – это Куран, Куран. Затем Барак и Луфикум самым лучшим тавсиром слов Аллаха является, что сунна пророка, салаллаху алейхи вассалям. Также, братья, в хадисе указание на то, что когда ты один и думаешь, что никто тебя не видит, не видит кто-никто тебя, как ты совершаешь грех, вот так просто на пол посмотри, брат, или на землю, на которой ты стоишь, посмотри, брат, и вспомни про этот хадис. Также, братья, все доводы в совокупности указывают на то, что в судный день свидетельствовать против человека будут ангелы, которые записывают наши дела. Свидетельствовать против человека будет его слух. Свидетельствовать против человека будет зрение. Свидетельствовать против человека будет кожа. Свидетельствовать против человека будут руки. Свидетельствовать против человека будут ноги. И свидетельствовать против человека будет что? Земля или пол, на котором он совершал те или иные грехи. Что касается, варакалуфикум, следующего, 409-го хадиса. А на Абу Саиду-ль-Худри, то этот хадис передает Абу Саиду-ль-Худри, да будет довольным Аллах, он говорил о том, что праук Саусам сказал, Как я могу, говорит, наслаждаться жизнью, когда тот, кто держит своих рог, уже поднес его к рту. Уже поднес его к рту. И он ждет, то есть прислушивается, ожидая веления, по которому он потрубит в этот рог. И похоже, что с подвижником, пророк Саусам, было тяжело услышать такие слова. И он сказал им, Скажите, достаточно нам Аллаху, и он лучший из покровителей. В некоторых ревоятах пришло, что сахабы сказали, Что же нам говорить? Пророк Саусам сказал, Он, достаточно нам Аллаху, и он прекрасный покровитель. И в этом указании, братья, у Вакиля, слово Тавакколь, Что упования, братья, связаны не только с мирскими вопросами. То есть многие братья, когда говорят, Барак, Лауфекум, про тему Тавакколь, Во-первых, тему Тавакколь мы подробно разобрали в серии уроков «Едина Божья в вопросах и ответах». Это, братья, очень важный вопрос, который нужно подробно изучить. Нашал ссылка на эту тему будет под этим видео. Многие братья, когда тему Тавакколь, они, знаете, как представляют, Что это только связано с чем? Покушать, попить и так далее. Братья, Тавакколь, Варак, Лауфекум связаны также с религиозными делами. Вот то, что мы делаем, братья, Исповедуемидина Божья, Изучаем Куран Сонну, Стараемся жить по ним. Ведь все это причины, правильно или нет? А должны уповать. И эти причины с дозволением Всевышнего Аллаха Супана Аталия, То есть мы этим самым добиваемся довольства Всевышнего Аллаха. То есть результат за Всевышним Аллахом, правильно же? В наше вхождение в рай, это же результат. Поэтому, когда совершаем, братья, дела, Не надо уповать на наши дела. А на что нужно уповать? На Всевышнего Аллаха. То есть совершая. Поэтому видите, как люди попадают в ширк. Совершая благие дела, совершают в ширк. Уповают на что? На свои благие дела. И этим самым они связают свои сердца с чем? С причиной. Они уповают на Всевышнего Аллаха Супана Аталия. Поэтому обязательно изучите эту тему. Что-то, как правильно совершать это поклонение. Ссылка с дозволением Аллаха Супана Аталия. Будет под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok